В начале 20-го столетия американский ученый Дункан МакДугал выдвинул теорию, что душа человека весит 21 грамм. Вы знаете, я всегда говорила так, что я давно народная, потому что меня народ любит. Но когда это отмечено, так сказать, и государством, и правительством, это всегда очень приятно, это большая честь и при этом же очень большая ответственность перед зрителями, которые, в общем-то, я собираюсь дальше продолжать также предназлужить. Остановки быть не может, потому что все время хочется что-то еще придумать, еще сделать, еще рассказать какую-то музыкальную историю, как я их называю. Идет вперед, и наши мироощущения, во-первых, как-то тоже движутся вперед. Нельзя стоять на месте, и музыка меняется. Буду продолжать в том же духе. А вы знаете, у меня нет времени на то, чтобы сняться или заниматься чем-то другим. Когда я приезжаю с гастролей, я люблю тишину. Как я смеюсь, говорю, для меня самая лучшая музыка в этот момент тишина. Я отдыхаю и снова приступаю к своим прямым обязанностям, потому что, как годы показали, и я этому очень счастлива, что люди хотят видеть, слышать, бывать на концертах. Это моя жизнь, это мое главное на сегодняшний день. Только что была новая программа, и в Олимпийском мы возили уже эту программу. Почти всю, в Средневные Штаты. Сейчас мы везем ее во Францию, в Испанию. Несмотря на то, что мы обижаем всю нашу великую, огромную страну. Альбом я издала сама, только эксклюзивные подарочные варианты. И если будет появляться где-то, значит, это будет очередная пиратская продукция, которая безжалостная, без стыда и совести, в общем-то, выпускает наши диски, которые не имеют к нам никакого отношения. Постоянно веду затворнический образ жизни. Не люблю тусовки, не люблю громкие гулянки. Про меня пишут, наверное, то, чего в помине не было в этом году. Написали, например, что я широко гуляла свой день рождения в Майами. А я в январе сидела в Москве и готовилась к Олимпийскому и к Ледовому, к большим вот этим вот своим шоу-программам. Одиночество – это понятие очень растяжимое. Вот я, когда приезжаю с гастролей, когда мне нужен отдых, я предпочитаю вот то самое одиночество. Я знаю, что звонит телефон, но я могу позволить себе не брать трубку. Если такое одиночество, когда ты никому не нужен, это совсем другое. Я совершенно не одинокий человек. Потому что, как я уже сказала, со сцены я четыре раза выходила замуж, не сложилась. И в данный момент я замужем за сценой, как сказал кто-то из великих актрис. Ко мне это слово не имеет отношения. То есть я это одиночество, если я имею в виду личную жизнь, могу прервать любую секунду. Я просто не хочу. Мне так хорошо. Я прекрасно себя чувствую. У меня растет внук. Очень много эмоций. И это входит, так сказать, к моим детям и дочке, и внуке, и маме. Я, наоборот, бегаю иногда от друзей. Пусть они на меня не обижаются, потому что мне нужна именно вот эта тишина. И не вынужденное одиночество, а которое я сама себе создаю. Но пою о бабском одиночестве для того, чтобы моим девочкам, зрителям было легче что-то пережить. Я считаю, что я актриса, а актеры и спектакли играют не про себя. У меня каждая песня – маленький спектакль из чьей-то жизни. Всегда в зале найдется женщина одна и не одна даже, которая пережила эту ситуацию. И ей всегда легче либо грустную, либо радостную ситуацию в жизни переживать. Вот что, оказывается, она не одна. С ней солидарны. Потому что, когда ты так много отдаешь зрителям, настолько человек опустошен, что я, наверное, слишком уважаю потенциального, что ли, своего партнера по жизни, чтобы сказать ему, подожди, я устала, не трогай меня, я устала. Такая не может быть жена и подруга жизни. Поэтому заранее как бы уважая такого человека, я сейчас не для семейной такой жизни. Тот мужчина, который бы мне сказал, что брось сцену, он бы был для меня неинтересен. Это значит, что он бы во мне не видел личность и не понимал бы, насколько я возьму на себя смелость сказать, скольким людям, особенно женщинам, как выяснилось, я нужна. Я иной раз сталкиваюсь сама с такой, это не проблема, это, наверное, счастье, что я не принадлежу себе так, как мне бы самой хотелось. Но это моя жизнь, и другую я не хочу. И там шальная императрица.